Дорогой Валерий Константинович, здравствуйте! Прочла присланный материал, спасибо! И когда вы перестанете расстраиваться за то, что ученые к вам не едут? У них бедных 5 лет учебы вбивали всеми средствами, что то, что вы делаете, не может быть. Вот не согласен. И не вбивали этого. Они этого и сейчас не знают. Хочется. Ладно, поехали дальше. Потому что этого не может быть никогда. А если они не поверят и поедут, то лишатся своих кресел. Они не поэтому лишатся своих кресел. Это лет 10-15 назад, это было бы письмо злободневное. Сейчас оно уже не имеет никакого. Жизненного, так сказать, жизненной ситуации, все по-другому. А им это надо, думаю, с вниманием, пошла у Левашова, академик. Он опубликал высказывание одного из наших уважаемых академиков. Фамилию не запомнила. Так вот, этот академик произнес, что если публикация или диссертация написана простым и доступным языком, это антинаучное. Я в балдею от этого. Это же их игры, придуманные ими для себя. А на простых людей им глубоко плевать. Ну, как всегда, на Руси будет все не так, как они хотят. Потому что есть люди, и ваши труды не даром и не пропадут. Конечно, не так скоро, как хотелось бы, а движется. Вот я всегда, всего, правда, трех человек заразил этим делом. Понимаете, потихонечку. И где это? В Томске. С лучшими пожеланиями входила Татьяна Павловна. Спасибо за письмо, поддержку Татьяну. Володя, друг, я провожу лекцию по интернету. Извини. У тебя все нормально. Ну, понятно, деньги нужны. Ну, давай завтра. Давай. Ко мне только из-за этого обращают. Давай пока. Так, поехали. Так, это я пишу. Это вы еще диссертации по лингвистике не читали. Я пробовал читать. Вот бы в сталинские времена. Он бы так, взял бы эту диссертацию, вот так пальцы бы от стола. Расстрелять. Знаете, почему? Чтоб голову не морочили. Ладно. Проехали. Вот на таких письмах держусь. Вот мой вывод. Эпоха дебилизации населения планеты. Можно специально. Внимание. Я привел пример. Дело в том, вы уже знаете, уже, наверное, уже в общей сложности нескольких у меня было выступление, в нескольких фирмах. Это дуцало. Это знают тысячи людей. Естественно, они никакого отношения к официальной науке не имеют. Я взял пример того, что чем гениальнее, чем важнее открыть, тем оно проще. Я придумал, сгруппировал, чтобы не выглядеть вот таким вот, как она написала, что про этих академиков, что простым доступным языком антинаучно. Вот антинаука. Внимание. Оно имеет значение больше, чем дарвиновское открытие. Вот. Открытие Дарвина. Просто когда-то поймет, а я у вас будет шанс сказать это. Ну, как. Итак, открытие. Я должен, ребята, поймите, это для вас, может, сейчас бы хорошо поговорить там про, как лучше и полезнее вырасти деревья. Но сейчас это часть этой проблемы, да. И она касается тех, кто меня слушает, вас тоже. Почему? Потому что я вас избавляю от дурацкой работы. Но все не так просто. Сейчас будет здесь противопоставление двух миров. Смотрите. Грибы не едят живые клетки. Вот. Значит, если вы видите грибы на дереве. А в другой раз я вам несколько десятков фотографий приготовил. Вот. Они едят вот эти вот, знаете, как сказать, аппендициты. Вот раз, отрезал. А вот такая вот толщины, вот такой вот полметровый кусок. Естественно, у него шанса нет. Он начинает умирать. Ну, если ветки не появятся. Причем густо-густо. Вот. Все равно появляются грибы. Это тупик. И весь грибах. А дерево ниже. Как растет себе, так растет. И может быть 20, 30, 40 лет. Вот. Этот гриб, пенечек этот с грибами весь белый, надо якобы отпилить. Ну, все. И вот, естественно, я объясняю это так. Значит, там, где умерло, там едят. Где живое, там не едят. Вот. Зубы скалят, но не едят. И вот получается, что вот это грибы, как часть природы живой, самое важное. Потому что она соединяет живую природу с неживой. Понимаете, о чем речь? Потом подробнее. А вдруг вам это не интересно будет. Я просто хочу сказать следующее. Вот это открытие означает, что миллионы тонн ядохимикатов не нужны. Так. Миллионы людей, кто занимается производством фруктов, больше не травятся. Помните про 40 обработок за короткое российское лето? Больше не травятся. Почва не травится, деревья не травятся, плоды не травятся, дети не травятся. Помните, я говорил, мы же можем с этим, с двоем, суммарный урожай, можно на стол, царский стол на любой, ну, например, президент России. Вот. Вкусное, прям вкуснее не бывает, если только быстро, знаете, так самоле туда-туда. Вот. И это самое, здоровье будет, отравнив. Где он возьмет, я вот понять не могу. Где президент возьмет не отравлено. А здесь получается, что это обращение к Савиничу. Второй будете? Это будущее 100% Нобелевской премии. Когда дойдет, но она будет не наша. И вот я пишу, осталось просто доказать, пока не украли. Механскоп зубы и это образно. Не подумайте, в прямом смысле. А если не успеете, украдут, тогда потом над Россией весь мир смеяться будет. У нас до сих пор. А Попов открыл радио, а этот самый открыл телевидение, а этот открыл, значит, паровоз, а этот и пошло и поехало. Вот. И мы всегда в одном экземпляре сделали и заткнулись. Вот. А над нами эти дети сейчас памперсов. Памперсы, те, кто вырастает в них, если потом быстро они перестроятся на периодические упражнения, там, после памперсов, там, постарше. Вот. И еще как-то можно немножко ум... Еще раз, половое воспитание и ум, это одно тоже. Кому даны эти самые железы, именно мальчишеские. Теперь так. Пока мы имеем миллионы тонн яда химикатов, отравленные люди, отравленная почва, отравленная вся садовая растительность фруктов из одной ошибки. И главное, что это вас касается. Это вам говорят. Помните, все выпрыскивания. Еще все спирт, вы уже должны все выпрыскивать. Зачем? А ведь морозная зима, бесснежная, убивает одних вредителей. Под снегом выживут вредители, но там выживут и их враги-вредители. И вот так получается, что все это из-за одной ошибки. Ошибка была допущена ну, две тысячи лет назад. Ну, первые сады может появиться пять тысяч лет назад. Вот видишь, что жрет гриб, и думаешь, что жрет дерево. Вот это страшно. А и самое страшное второе. А почему мы скорее можем погибнуть? Генетическая борьба с грибами, якобы патогенами, приведет в случае успеха гибели всего растительного планета. На всей планете, Иоанна Александровна, может успеете, а? Вот. И доказать, и получить эту самую русскую премию. На всей планете одна общая грибница. Так. Это просто чудо какое-то. Погибнут грибы, а погибнуть они могут только, если вмешаться в генотип. пищевая цепочка будет разорвана. Понимаете? Вот где-то там, в Африке, или... Какой в Африке? В Красноярске собираются уничтожать грибы эти, опята, которые якобы жрут эти, дикоросы. Я... Вспоминайте, я показывал вам их эти, как называется, программу уничтожения. Причем как? Генетически. А? Вспомнили? Это все на полном серьезе. Ведь там погибнет первый гриб, и получится у них свой коронавирус, и всех грибов нет. И с этого момента, когда грибов нет, все гибнет, а перерабатывать некому. Для меня грибы это, я им придумал название, осенизаторы. Понимаете? Их дело сделать так, чтобы всегда приходит весна, и все расцветало. Осенью лежат эти, которые нельзя трогать листья, а весной их нету. Осенью. Вот такой слой. Сколько вам фотографий показал? А нету их весною. Нету. Цепочка сработала. Вспоминайте. Черви, грибы, корни деревьев, мекариза. Ну, что вам надо-то вот это вот, признать эту ошибку, да? Вот. Но, ну, я уж на всякий случай, когда произношу незнакомые слова, чтобы у меня это самое. И теперь я вам расскажу другое. вот это, хоть я и говорю много и долго, вот это оптимизм, это шанс, что мы когда-то будем иметь настоящие сады, настоящие сады, не отравленные. Не только, это, два сада таких, как у меня, и у этого самого, у Черныбаева, ну, еще у Латинкова, ну, еще там, у Сергеева. Ну, нас мало. А настоящие, вся страна покроется садами. И даже то, что человек заставляет семь раз, это минимум, в зале-то опрыскивать, ну, какой идиот, он скажет, да пошло, тем более молодежь, надевать этот самый, на мордике и идти опрыскивать. А если сады, двадцать, сорок деревьев, а если деревьям по пять метров высоты, это сколько баллонов надо с ядом? Вот те, кто советует, думает об этом, вот это вот все. Вот это вот. Где она там делась, я уже забыл. Ладно, проехали. Вот. Чему я говорю? Дальше, это оптимизм. Это мой оптимизм. Благодаря письму Хадеевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хадеевой.